Друзья, вы часто просите рассказать нас о лодках класса РИП. И сегодня мы посвятим этот ролик как раз таким лодкам. Что такое РИП? РИП это комбинированная лодка, которая имеет в основе свой жесткий корпус и надувные баллоны. РИП это уже не ПВХ-лодка, будь то паёльная или НДНД. Это не жестко-корпусной катер, это отдельный класс. Он создавался для того, чтобы получить на выходе быструю, безопасную и манёвренную лодку. Лодки класс РИП используют следующие категории водномоторников. Во-первых, это рыбаки, которые занимаются рыбалкой в больших водоёмах сложной тяжёлой волновой обстановкой. Лодка безопасна, на ней можно уходить далеко и не бояться быть застегнутым штормом. Во-вторых, на РИПах любят, назовём это так, погонять и быстро погонять любители острых ощущений и скорости. Лодка безопасна, повороты можно закладывать, гнать на полную, и она позволяет ставить мощные моторы. Ну и третье, это, конечно, наши спецслужбы, такие как ГИМС, МЧС, водная полиция, пограничники. Они используют РИПы в своей повседневной работе. Сегодня мы расскажем о катерах класса РИП, созданных в Санкт-Петербургской компании «Скоростные катера Мобили Групп». В этом названии заложена сама суть этой лодки – скорость. Команда «Мобили Групп» не только делает лодки, но и сама является активным участником международных соревнований и занимала неоднократно призовые места. На протяжении многих лет компания «Скоростные катера Мобили Групп» является поставщиком таких структур, как ГИМС, водная полиция, военные, пограничники. А это говорит о высоком качестве и надёжности этих лодок. А сегодня мы расскажем о лодке «Буревестник 530», выпускаемой компанией «Скоростные катера Мобили Групп», которая выбрала в себя всю надёжность и качество своих старших братьев. Размеры «Буревестника 530» таковы. Длина, соответственно, 5,30 м, длина кокпита, полезная площадь – 3,85 м, ширина габаритная – 2,20 м, а ширина кокпита – 1,10 м. Баллоны «Буревестика 530» сделаны из высококачественного ПВХ плотностью 1450 г на метр. Диаметр баллона переменный. В носовой части он составляет 0,4 м, а ближе к корме – уже целых полметра. Грузоподъёмность этой лодки – 800 кг. Вместимость – 9 человек. Диапазон моторов, которые рекомендуются к установке «Буревестник 530» – от 60 до 100 лошадиных сил. Если поставить на топовую соточку, представляете, при весе лодки всего в 300 кг – это будет огонь. Лодка «РИП», как я говорил ранее, – это комбинированная лодка, состоящая из жёсткого корпуса и надувных баллонов. Давайте рассмотрим наш корпус повниматель. Мы видим здесь продольные реданы. Они обеспечивают курсовую устойчивость. И я, как человек, который неоднократно катался на этой лодке, могу с уверенностью сказать – устойчивость поразительна. Келеватость на трансе у 530 «Буревестника» – 19 градусов, что делает его ход очень мягким и плавным. Но это не главное. Обратим внимание на поперечный редан. Особой фишкой «Буревестника» 530 является как раз вот этот поперечный редан особой формы, которую разработали инженеры компании «Мобили Групп». Благодаря ему под лодкой создаётся воздушная подушка. И лодка идёт просто как автомобиль премиум-класса. Давайте обратим внимание на корму. Здесь заслуживает внимание вот этот ярко выраженный интерцептор. Благодаря ему «Буревестник» 530 выходит на глиссер просто за считанные доли секунды, без единой задержки. А благодаря его особой форме лодка во время движения очень устойчива в поворотах, по прямой. Обратите внимание на толщину. Видите, толщина очень внушительная. Это является продолжением днища. А вкупе с тем, что лодки «Буревестник» делаются методом ручного наката, не напылением, а именно ручного, это делает их сопоставимым по ударной нагрузке с корпусами из алюминия и металла. Давайте обратим внимание на такие мелочи, как вот, например, буксировочные рыбы. Они установлены на заводе. Толщина пластика здесь такова, что позволяет буксировать любой вес. Будь то водные аттракционы, бейкбордист, лыжник или другое судно, которым требуется буксировка. Вот мы на капитанском мостике. Сейчас поделюсь своими ощущениями. Посадка очень удобная. Много места для ног. Исходя из личного опыта, могу сказать следующее. Стеклышко хоть и маленькое, но оно хорошо отсекает встречный поток воздуха. Удобный рейлинг силовой, за который может держаться при езде стоя. То есть он позволяет нагружать его. Давайте рассмотрим подробно комплектацию этой лодки. Она была создана уже под конкретного заказчика. Здесь мы видим евроконсоль, интегрированное сидение переднее, силовой рейлинг, про который я говорил, что он очень удобен для того, чтобы держаться стоя. Ветровое стекло и топливный бак, горловина топливного бака. Важный момент. При заказе этой лодки надо сообщить, с какой стороны вы хотите видеть горловину. Если вы заправляетесь на плавучих заправках постоянно, ее можно разместить с этой стороны справа. Тогда будет удобно с берега подать шланг. Если же вы заправляетесь из канистры, то, конечно, ее удобнее сделать здесь. Тогда вы не будете расплескивать топливо за борт. Спокойно зальете. Носовая часть оборудована вот таким сиденьем с мягкой накладкой. Для безопасности пассажира силовой рейлинг. И опционально доступна также площадка для установки лебедки. Что важно, если вы рыбак или часто просто якоритесь. Носовой рундук очень вместительный. И позволит сюда разместить минимум три жилета, а то и больше. Якорь, якорный фал, да и много полезных вещей. Обратите внимание на мою посадку. Она удивительно комфортна. А если вдруг все-таки вы идете на большой скорости и по большой волне, то можно держаться за эти удобные ручки. По бортам мы видим клапана для накачки баллонов. Напомню, что здесь пять отсеков. И традиционно клапан для стравливания лишнего давления. То есть ни жара, ни какой-то удар по баллону не навредит этой лодке. Давление она сбросит. Кормовой диван также очень удобен. Особенно при наличии мягких накладок, которые являются опцией. И хочу отметить, на сегодняшний день очень много цветовых решений. Видите, эта лодка получилась очень яркой. Черно-оранжевое сочетание. Красиво. Давайте заглянем в кормовой рундук. В нем также достаточно места, чтобы разместить полезные вещи, какие-то необходимые. Аккумуляторный ящик, который также производит компания Скоростник Тирамобили Групп. Далее мы видим опционально установленную таргу. Она не предназначена для катания воднолыжников. Она несет на себе ходовые огни. Круговой белый, зеленый и красный. Фары и звуковой сигнал. Ну и также она является моментом эстетики. То есть она выглядит красиво, солидно. Я сказал, что эта тарга не предназначена для катания воднолыжников. Но опционально на заводе можно установить полноценную таргу именно для водных развлечений. То есть катать не за рыма, о которых мы говорили раньше, а за полноценную таргу. В кормовой части кокпита мы видим два отверстия для отведения воды в случае дождя или захлестывания волной. На внутренней части баллона мы видим вот такие удобные крепления для весла. Рядом с кормовым диваном для удобства и безопасности пассажиров есть удобные ручки. Рулевая консоль небольшая, но вместительная. Здесь вы сможете разместить, думаю, три прибора. Например, тахометр, уровень топлива, указатель трима. А сверху разместить карт-лотер или холод. Если же вам необходим большой монитор, например, для профессиональной рыбалки, вы можете разместить его здесь, а приборы контроля поставить слева от штурвала. Обращайте на себя внимание качество интеграции баллона в корпус. Баллоны вклеены настолько четко, что не видно никаких-либо перекосов, никаких-либо потеков клея. Все супер. Швы в баллонах Белевестника 530 сварные. Очень сделаны качественно, надежно. Сбоку мы видим привальный брус, вот такой широкий, и он пригоден для установки ходового тента. Снаружи на баллонах мы видим мягкий леер, за который можно держаться, а также он придает лодке некий шарм. Если проводить параллели между водомоторным миром и автомобильным, то Рибуревестник, по своей сути, это скоростной мотоцикл. Только мотоциклу требуется хороший асфальт, Ари Буревестник, готов идти в море, встретить любые волны. Само название говорит об этом. Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым отпеной морем. Успех этой лодки был обеспечен великолепными инженерными решениями, качественным исполнением, что и было доказано многолетней эксплуатацией на водоемах всего мира. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!